По информации Роспотребнадзора в Ульяновской области, ситуация с заболеваемостью COVID-19 продолжает оставаться напряженной. Первичное звено в поликлиниках сталкивается с колоссальными перегрузками. На помощь врачам пришли ординаторы и студенты-медики. Здравствуйте. Павел Зафин, будущий травматолог-ортопед и ординатор, пришел в поликлинику номер два, чтобы помогать врачам. Он направляет пациентов и разводит потоки людей. Рассказывает, как записаться к врачу, вакцинироваться и ревакцинироваться от COVID-19. Попросили помочь министерству, так как не хватает кадров. Поэтому все-таки мы же все врачи, и поэтому должны другим врачам помогать. Работать с пациентами, общение с пациентами всегда будет плюс для нас. На сегодняшний день в поликлинике наблюдается 2128 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Из-за высокой нагрузки на амбулаторное звено поликлиника нуждается в помощи. В течение двух недель у нас работают студенты Ульяновского государственного университета, ФАМ-колледжа и медицинские работники других лечебных учреждений. В поликлинике номер два и других подразделениях амбулаторного звена работает 21 студент. По словам врачей, они получают колоссальную поддержку от ординаторов, практикантов и будущих докторов. Они задействованы в различных разделах работы. Это и работа в колл-центре, прием звонков от пациентов. Это и обзвон пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. В этой работе студенты и ординаторы Ульяновского государственного университета обзвоняют пациентов, узнают об их самочувствии, корректируют лечение, выписывают лекарственные препараты. И те, кто устроился на работу, могут выписывать лестки нетрудоспособности. Анастасия Рева – студентка четвертого курса Института медицины, экологии и физической культуры. Она работает в колл-центре, принимает входящие звонки от пациентов, оформляет вызов врача на дом, информирует о графике работы медиков и о готовности анализов. В работе Анастасии помогает выдержка и стрессоустойчивость. Полученный опыт будущий доктор считает очень важным для профессионального становления. Сейчас сами прекрасно понимаете, какая ситуация. Ксения Коробочкина, ординатор и молодой врач-терапевт, пришла на практику еще осенью. Увидев, в какой сложной ситуации находятся медики, девушка осталась здесь работать врачом, продолжая учиться в ВУЗе. Помогала в больнице врачам и решила потом сюда трудоустроиться. В связи с тем, что сейчас заболевание растет, врачи у нас заболевают, на больничные уходят. И нужно все равно же общаться с пациентами, консультировать по данным анкетам. Также оформлять больничные листы, выписывать препараты, наблюдать за ними, чтобы они у нас поправлялись, и заболевание не росло. А также вести противологические работы, чтобы не общались они со здоровыми людьми, ни с кем не контактировали. Общими усилиями врачей и студентов-медиков в регионе каждый день ведут борьбу с коронавирусом. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.